МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Один на один». Меня зовут Александр Кашин. И сегодня у меня в гостях Михаил Елисеев. Миша, привет! Добрый день, Саша. Михаил Елисеев родился в 1978 году в Пензе. Изначально собирался связать свою жизнь с медициной. Но, будучи в 10-м классе медицинского лицея, попал в школу молодых журналистов «Асса Пресс». И с тех пор не мыслит себя без журналистики. После работы в различных изданиях Пензы и других городах нашел свой дом в Апатитах, где и живет с 2007 года. Сегодня Михаил руководитель информационного проекта «Хибинформбюро», рассказывающего о жизни Апатитов и Кировска. Хибинформбюро исполняется 3 года. И судя по публикациям и судя по тому, что я читал в интернете и на сайте, сайт занимает довольно устойчивое положение. Что вообще такого интересного происходило за эти 3 года и как удалось достичь такой популярности? Вот когда ты сказал слово «положение», мне сразу захотелось добавить в обществе непроизвольно. Может быть, для начала вообще в двух словах рассказать, что такое проект «Хибинформбюро»? Да, почему бы нет. Не все, да, из тех, кто нас сейчас смотрит. «Хибинформбюро» возникло действительно 3 года назад. Дата появления этой странички в сети интернет – 16 июля 2013 года. Да, нам исполняется 3 года. И могу сказать честно, есть чем похвастаться, есть что, так сказать, предъявить общественности. Потому что мы, стартовав достаточно вяло, я бы так сказал, это все задумывалось вообще изначально как некая личная страничка в сети интернет, да, некий блог. Впоследствии «Хибинформбюро» как-то набрало обороты, подраскрутилось. И у нас сейчас, да, действительно очень неплохие показатели. Главным и важнейшим показателем любого новостного сайта, я считаю, рейтинг цитируемости. Он показывает, сколько раз другие СМИ ссылаются на нас, приводят наши инфоповоды в своих публикациях, ну и вообще отталкиваются от наших материалов. Так вот, по итогам первого квартала 2016 года, второго квартала итогов еще нет, «Хибинформбюро» стало четвертым в топ-10 самых цитируемых СМИ Мурманской области. Это, конечно, показатель, который меня впечатляет и которым лично я могу сказать честно горжусь. Это действительно так. Цели и задачи, которые ставились изначально, сейчас совпадают с тем, что есть на данный момент? Наверное, нет. Приоритеты поменялись, не поменялись? Наверное, нет, потому что, я же говорю, задумывалось все это изначально вообще без всякой концепции, без всякой идеологии. И, ну, можно сказать, это было непонятно что. Началось это все с очень простого факта. То есть я у себя на своей личной страничке в социальной сети что-то написал, я уже не помню, что-то с праздника было, с Дня молодежи, по-моему, 12-13 года. А потом вдруг на эту страничку и на эту публикацию что-то как-то народ начал ссылаться и писать. То есть вот как там написал у себя на своей странице ВКонтакте Михаил Елисеев, там, по-моему, глава администрации Николай Боу сказал то-то и то-то. Это стало вот такой вот отправной точкой, да. Я подумал, решил, а что если, ну, оформить это в некий проект, да, у которого не было ни четких контуров, ни каких-то рамок, ни каких-то границ. То есть изначально это все называлось так, хибинформбюро, то, о чем не пишут в газетах. Ну, то, что остается там за кадром где-то еще. В таком виде она просуществовала не очень долго, стало в таком виде тесно. И буквально спустя, там, ну, наверное, полгода уже началась работа по превращению вот этой вот любительской странички, по сути, в полноценное информационное агентство. То есть с постоянным потоком новостей, с постоянным потоком какой-то аналитики, каких-то других материалов, которые свойственны именно большому СМИ. Ну и вот сегодня, как, опять-таки, любит говорить Николай Алексеевич, мы имеем то, что имеем. Как ты считаешь, какая вообще такая основная фишка сайта? Ну вот основная фишка, она была сформулирована как раз еще на первых порах, и она с тех пор не меняется. Она только, скажем так, немножечко развивается и подвергается небольшой модернизации. Это эксклюзивность. Да, то есть мы публикуем те материалы, которые, ну, можно сказать так, не публикует никто. Это может быть и какой-то свежий новостной повод, о котором другие СМИ просто не успели написать еще. Это может быть некие факты, которые известны только нам, да, там, в ходе каких-то журналистских расследований, которые обнаруживаются. Это свежая репортажная съемка, то есть мы выезжаем... Из колес. Да, в ночные патрули, так сказать, по улицам Апатитов до Кировской пока не добрались, это в планах. Вот. И в режиме, ну, чуть ли не реального времени публикуем то, что вот происходит прямо сейчас, какие-то резонансные там вещи. Могу привести пример, когда... Ну, один из многих примеров, да, из сотен. Наверное, то, что больше всего запомнилось, когда была вот резонансная катастрофа на железнодорожном переезде у хлебозавода, когда погибли люди, когда случилась вот эта вот чудовищная авария. Через 40 минут после того, как все произошло, видео уже было... Репортаж на место событий уже был на сайте. То есть мы стараемся работать вот так. Миша, скажи, пожалуйста, ты можешь определить, разговаривая с человеком, говорит он правду или, наоборот, лукавит? Ты вообще доверчивый человек? По сути, это достаточно легко определить. Есть какие-то, ну, и физиогномические приемы, во-первых, да, они, я думаю, известны каждому, кто работает с людьми. Но в большей степени даже не физиогномика здесь играет роль, не анализ жестов и каких-то там словесных конструкций собеседника. Наверное, это уже интуиция. Но все-таки сейчас у нас на дворе 2016 год, а работать в СМИ... Не работать, а публиковаться в СМИ я начал в 1993-м, это было страшно давно. Профессиональная первая моя запись в трудовой книжке о том, что я являюсь корреспондентом, появилась в июне 1994 года, то есть 22 года тому назад. Ну, это опыт, извините, это просто... Я не хвастаюсь, это я просто объясняю, да. Я думаю, что ты сам можешь сказать то же самое относительно себя. Каким был твой самый страшный сон? Вот тут ты меня озадачил. Я могу сказать честно, по одной простой причине, я обычно сны не запоминаю. Вот честно говорю, да. То есть иногда бывает так, что просыпаешься, и что-то вот такое вот, да, там действительно было что-то кошмарное, даже от того, от этого кошмара-то, собственно, и проснулся. Но буквально проходит там 20-30 секунд, забывается. Ну, какие бывают страшные сны? Наверное, такие же, как у остальных людей. Когда за тобой кто-то гонится, какой-то там вооруженный человек, когда-то откуда-то падаешь, я не знаю. Ну, то есть так не помнишь? Ну, я вот сюжета не помню. Сюжета не помню, да. Кстати, вот совсем недавно что-то было, вот такое, я даже там проснулся. Напарница моя, Кира, сказала, что... И вот что ты ей рассказал про этот сон, и она сказала, это надо записывать. А вот что надо записывать, я уже сейчас не вспомню. Надо было ее сюда позвать, она, может, помнит, не знает. Тебя многие знают, как такого активного велосипедиста, любителя велосипедных прогулок. Что это, да, моде, забота о здоровье или еще, может быть, какие-то... Или просто удобные средства передвижения по городу. Чего велосипед? И первый, и второй, и третий. Все вместе? Все вместе, да, потому что сел-то я на него, когда понял, что действительно уже со здоровьем начинаются проблемы, я весил на 43 килограмма больше, чем вешу сейчас. Вот, и это действительно вызывало некие сложности. Начиналось все, как сейчас модно говорить, с фитнес-целью, да. Потом как-то все это постепенно переросло, ну, не в образ жизни, я бы сказал, а просто в использовании велосипеда как обычного городского транспорта. Здесь маленькие города, здесь действительно нет таких расстояний, как в Москве, где там люди добираются на работу там по два, по три часа. Поэтому, ну, мне просто понравилась идея использовать двухколесный транспорт в качестве основного. Ну, в Апатите, тогда же велосообщество какое-то есть. Есть. В Апатите, это вообще самый велосипедный город Кольского Заполярья по количеству активных велосипедистов, ну, на душу населения, скажем так. У нас в прошлом году велопарад собрал 150, по-моему, с лишним участников, ну, больше 150 точно, не помню, насколько. А в Мурманске, допустим, всего 15 их было. Потому что, ну, погода там, темнота, это все осенью происходило. То есть там людей останавливают такие факторы, а у нас нет. Да, это действительно так. Самый необычный случай в твоей журналистской практике? Слушай, ну, их много. Их много, и на самом деле абсолютное большинство этих необычных случаев находится в рамках термина «off the record». О них нельзя рассказывать, сам понимаешь. Ну, хотя бы один, о котором можно говорить. Тебе положительный пример или отрицательный? Ну, не знаю, как выберешь. Я выбрал бы положительный. Или что касается апатитов, что касается других городов, где мне доводилось поработать. Ну, в апатитах, например. В апатитах? Ой. В апатитах, наверное, вот из последнего случая, который мне... который можно назвать необычным, который зародил во мне ощущение, что не все у нас на самом деле так плохо. Это был репортаж, наверное, примерно месячной давности, когда человек, ну, скажем так, подвыпивший человек не очень корректно себя ввел в приемном покое апатитской городской больницы. Или, как это корректнее сказать, в приемном покое апатитской площадки АКЦГБ. Да, у нас же больница теперь объединенная. Туда приехала полиция, там ни до чего страшного, к счастью, не дошло. Вот. Но на утро, после того, как я проснулся после вот этого ночного рейда, я обнаружил, что человек, ставший героем публикации, добавился ко мне ВКонтакте в друзья и написал Михаил Большой... Ну, нет, не Большое спасибо, спасибо там не прозвучало, но он написал примерно в том плане, что... То есть он не высказывал претензии по поводу того, что его там засняли, вот это вот не очень корректное поведение, что его предли огласки, он наоборот написал, что Михаил, мне действительно очень стыдно по поводу того, что произошло, и хочу попросить прощения у сотрудников полиции, у медиков, у всех, кого я там каким-то образом обидел. Прекрасный пример. То есть вот это настолько было волшебно, да, я прямо, когда проснулся и все это прочитал, я вдохновился и понял, что не все потеряно у нас на самом деле. Обычно потому, что начинаются угрозы, там, а, вы выложили меня в интернет, да кто вам дал право мне снимать, я вам не давал разрешения, я подам на вас в суд, я напишу на вас в прокуратуру и так далее. Это был единственный вот месяц назад, скажем так, пример с совершенно другой полярностью. Миша, в завершении нашей беседы такой вопрос. Что может вывести тебя из себя и потом обратно вернуть тебя же в себя? Саша, я раньше был более таким вот эмоциональным, что ли, человеком, более ранимым. Все-таки возраст и опыт, он приносит некую толстокожесть в хорошем смысле этого слова, потому что, когда выходишь из себя, это, как правило, ну, не очень хорошее состояние. Я уже забыл, когда это последний раз было. Даже не знаю. Меня очень... Вообще, какие ситуации, например, которые тебе, скажем, ну, которые тебе некомфортны, и ты можешь от этого расстроиться? Меня очень раздражают необязательность и вранье. Причем я даже не знаю, в какой последовательности, что раздражает больше. Наверное, даже необязательность на первом месте, потому что к вранью я уже привык давным-давно. И наоборот. Как-то так, что наоборот. И то, что тебя, в общем, приводит в такое благодушное состояние. Есть какие-то там методы, моменты, да? Вот тут, наверное, я даже еще больше поставил в тупик, потому что не могу припомнить такого, что прям вызвало бы, ну, какой-то душевный экстаз, да, неописуемый. Наверное, общение с хорошими людьми, но это, опять-таки, не взрывные какие-то эмоции, это просто ровное, благодушное, хорошее настроение. А что должно произойти, чтобы случилось что-то такое, что привело бы вот к фонтану эмоций? Я, честно говоря, не знаю. Наверное, что-то очень хорошее, и очень позитивное, и очень светлое. Миша, спасибо, что пришел к сайту «Процветание». Только хороших новостей, хотя я знаю, что новости не бывают, только хорошими. Тебе тоже удачи. Спасибо, что пришел. Спасибо, Саша. Это была программа «Один на один». Меня зовут Александр Кашин. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова